Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не надо зажигать свет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, пошли на ощупь Осторожно, здесь кресло Я уже освоился в вашем доме Тут уютно и тихо И особенно, когда бомбят Садитесь Спина валит смертельно Где-то меня здорово просквозило Надо выпить аспирин Пожалуй, в темноте я вместо аспирина выпью Слабительнее Давайте опустим шторы Они меня мочат Плотно и зажжем камин Я пробовал опустить ваши шторы Они у вас с секретом Да нету никакого секрета Что случилось, старина? Кого вы так боитесь? Мюллера Вашего шефа? Именно Что случилось за те двое суток, что меня не было? Перевернулся мир, на землю сошел Бог Кальтенбрунер женился на еврейке Почти Я же сказал, не надо зажигать свет Я вывернул пробки Очень может статься, у вас установлена аппаратура Кем? Нами Смысл? Вот за этим я к вам и пришел Ну, если боитесь, что нас будут фотографировать, можете устроиться в углу Вас там никто не увидит Пойду, выпьем последний Удачи Выпили аспирин? Да. Разводите камень и садитесь. У нас мало времени, обсудить надо много важных вопросов. Что это он так гудит? Что это он так гудит? У меня всегда гудит. Кто нагреется, перестанет гудить. Странный камень. Странный. Ну, что у вас, дружище? У меня? У меня ничего. Вот что будете делать вы? В принципе. И в принципе. В принципе, я намеревался принять ванну и завалиться спать. Я про дрога смертельно устал. Я пришел к вам как друг. Ну, хватит. Что вы, словно мальчик, пускаете в туман? Или вас зовут Монте-Кристо? Выпить хотите? Хочу. Субтитры. Субтитры. Хороший коньяк. Ходить еще? С удовольствием. Штирлиц, я в течение этой недели занимался вашим делом. Не понял. Мюллер поручил мне негласно проверить ваше дело физиков. Слушайте, что-то вы со мной загадками разговариваете, Холтов. Честное слово, мне ничего не ясно. Или объясните подробнее, какое отношение ко мне имеет арестованный физик, или растолкуйте, отчего вы негласно проверяли мое дело, и зачем Мюллер ищет на меня улики. Этого объяснить я вам не могу, потому что сам ни черта толком не понимаю. Но я знаю, что вы под колпаком. Я? Нет, это форменный идиотизм. Или наши шефы совсем потеряли голову в этой суматохе? Штирлиц, вы ведь сами учили меня аналитичности и спокойствию. Да вы меня призываете к спокойствию, после того, что сказали. Да, я неспокоен. Я ошарашенно возмущенный. Сейчас поеду к Мюллеру. Он спит. И не торопитесь ехать к нему. Выслушайте сначала меня. Я вам расскажу, что мне удалось обнаружить в связи с делом физиков. Этого я пока что Бюллеру не рассказывал. Я ждал вас. Ну, валяйте. Я вызывал трех экспертов из ведомства по делам нового вооружения. Я тоже их вызывал, когда вы посадили Рунге. Да, посадили Рунге мы. А чего им занимались вы в разведке? А вам непонятно? Нет, непонятно. Рунге учился во Франции и в Штатах. Так, неужели трудно догадаться, что его связи там важнее его самого здесь? Там всех губит отсутствие дерзости в перспективном видении проблем. Мы не можем себе позволить фантазировать. Вот ты да, и ни шагу в сторону. Вот в чем наша главная ошибка. Ну что же, это верно. Что касается смелости, тут я спорить не стану. Вот по частностям я готов поспорить. Рунге утверждал, что надо продолжать заниматься изучением возможностей получения плутония из высокорадиоактивных элементов. А именно это вменялось ему в вину его научными оппонентами. Так вот, именно они написали на него донос. И я заставил их в этом признаться. Но я в этом не сомневался. В чем вы не сомневались? В том, что они написали на него донос. А почему вы тогда так долго занимались этим делом, и в результате все-таки Рунге был отстранен от работы? А мне важно было выяснить, симулирует Рунге? И если да, то кому это выгодно, нам или нашим врагам? И вы пришли к выводу, что его предложение выгодно нашим врагам? Ну вы же читали дело. Читал. А вот теперь наши люди сообщили из Лондона, что Рунге был прав, американцы и англичане пошли по его пути, а он сидел у нас в гестапо. У вас в гестапо. У вас, Холлоков. Не мы его брали, а вы. Не мы утверждали дело, а вы, Мюллер и Кальтенбрунер. И не у меня, не у вас, и не у Шумана бабка-еврейка, а у него. И он это скрывал. Да пусть бы у него и дед был. Трижды евреем. Цыган, не цыган, еврей, не еврей. Какая разница? Неважно, кем был его дед. Если он служил нам и служил фанатично. Вы поверили негодяям? Негодяям. Старым членом движения. Проверенным арийцем. Физиком, которых лично награждал фюрер. Хорошо. Хорошо, ладно. Все верно. Вы правы. Дайте еще коньяку, пожалуйста. Пробки вы не выбросили? Пробка у вас в левой руке, Штезлиц. Я вас спрашиваю о пробках электрических. Те в столике возле зеркала. Как вы думаете, Штезлиц, что решит Кальтенбрунер, если я доложу ему результаты своей проверки? Ну, вначале вы должны доложить результаты своей проверки Мюллеру. Он давал приказ на аресту Рунге. А вы его вели, этого самого Рунге. А я его вел. Это точно. По указанию руководства. Выполняю приказ. Если бы вы его сейчас отпустили, мы бы продвинулись куда, а как далеко в создании оружия возмездия, не топтались бы на месте. Это вы можете доказать? Я это уже доказал. И с вами согласны все физики? Большинство. Большинство. Тех, кого я вызывал для бесед. Так что вас ожидает... Ничего. Ровным счетом ничего. Результаты научного исследования подтверждаются практикой. Где эти подтверждения? Они у меня в кармане. Даже так? Именно так. Я кое-что получил из Лондона. Самые свежие новости. Это смертный приговор. Вам. Чего вы добиваетесь, Холтов? Вы куда-то клоните, а вот куда? Я не могу понять. Я готов повторить еще раз. Вольно или невольно, но вы, именно вы сорвали работы по созданию оружия возмездия. Вольно или невольно, но вы, именно вы, вместо того, чтобы опросить сто физиков, ограничились десятком, и на основании их показаний, а они были заинтересованы в изоляции рунги, вы способствовали тому, что путь рунги был признан вредным и бесперспективным. Значит, вы призываете меня не верить истинным солдатам фюрера, людям, которым верит Кейт или Геринг, и верить человеку, который стоит за американский путь развития атома. Вы к этому меня призываете. Вы призываете меня верить рунге, которого арестовала гестапо. а гестапо зря никого не арестовывает. И не верить людям, которые помогали его разволочению. Все выглядит очень логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность. вы бьете и Мюллера, который приказал арестовать рунге, и меня, который защищает еврея в третьем колене, и становитесь монументом веры на наших костях. Ну, ладно. Все очень точно. Но я не за этим пришел. Рунге, вот и сидит в концлагере, но живет в отдельном коттедже города КСС. И имеет возможность заниматься теоретической физикой. Сейчас я вам скажу главное. Я попал в дикий переплет. Если я доложу результаты своей проверки Мюллеру, он поймет, что вы, даже при том, что вы под колпаком, и вас проверяют не один, я, а несколько человек, вы будете обладать оружием против него. Вы правы. Именно он дал приказ взять рунге. Если я доложу ему, что результаты проверки против вас, это ставит под косвенные удары его. На меня, как это не смешно. Обрушатся удары с двух сторон. меня ударит и Мюллер. И вы. Он от того, что мои доводы надо еще проверять и перепроверять. А вы? Ну, вы уже рассказали, как примерно вы станете меня бить. что мне офицеру гестапо делать? Вы хотите уйти из игры? Вы бы на моем месте поступили так же? Теперь я не могу вам ответить, Холдов. Пока не услышу, ваше да или ваше нет. Ну, а если позволим себе предположить невозможное, я отвечу да. Если мы будем предполагать невозможное, тогда вы ошиблись адресом. Обратитесь к астрологам, а не ко мне. У вас есть окно на границе? Допустим. Если мы уйдем втроем к нейтралам. Втроем? Именно. Рунги, вы и я. Мы спасаем миру великого физика. Здесь его спас я. Организовали бегство вы. Как? И учтите, что не я, а вы под колпаком. А вы знаете прекрасно, что значит быть под колпаком у Мюллера. Ну? Я жду ответа. Иди выпить. Хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холтов, когда говорил, что Мюллер спит, говорил неправду. Мюллер не спал. Он ждал Холтофа. Мюллер только что получил сообщение из центра дошифровки о событиях на конспиративной явке гестапо в Берне. Сравнивая эти два шифра, он сейчас сделал неожиданное и чрезвычайно существенное открытие. От предчувствия удачи у него даже вдруг заболела голова. Шифр русской радистки совпадал с шифром связняка из Берна. Слушайте, Шольц, может быть, вы мне объясните, что у меня все время с этим ящиком? У вас есть запасные ключи? Нет. Значит, завтра утром вызовите дежурного, а сейчас принесите мне лупу. Моя в этом ящике. Мюллер слушает. Да, шеф. Хорошо. Хорошо, шеф. Обязательно. Да, конечно. Обязательно. Да, нет, кое-что есть. Да. Я получил донесение из центра дешифровки. Получается, вот что. Шифр русской радистки совпадает с шифром, который пришел с их связняком в Берн. Да, это профессор Плейшнер. Значит, резидент в Берлине ищет новые связи. Да, я еще побуду здесь. Спокойной ночи, шеф. Да, пожалуй, вы правы. Скорее, доброе утро. Что это случилось? Значит, вы что, с ума сошли, Штирлиц? Я в своем уме. А вот он либо сошел с ума, либо решил выйти из игры. Что? Принесите ему, пожалуйста, воды. Что случилось? Объясните мне толком. Извините, группенфюрер. Сначала пусть он себе объяснит толком. А я лучше толком напишу. Хорошо. Идите к себе и напишите. Все, что вы считаете нужным написать. Сколько вам для этого потребуется? Коротко, 10 минут. Подробно, завтра. Почему завтра? Потому что сегодня у меня срочные дела, которые я обязан доделать. И потом... Он раньше не чухает. Хорошо, значит, завтра в 9 утра. Решите идти? Да, идите. Снимите с него наручники. Сделайте перевязку. И отвезите его домой. Мюллер редко ошибался. И когда служил в Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов. И когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики. И когда выполнял все поручения Гиммлера. И позже, когда он начал тяготеть к Кальтенбруннеру, чутье не подводило его. Вряд ли Кальтенбруннер забыл о своем поручении Мюллеру проверить досье Штирлица. Значит, что-то случилось. И, видимо, на высоком уровне. А самый высший уровень для Кальтенбруннера был Мартин Борман. Поэтому-то Мюллер и поручил Холтофу поехать к Штирлицу и провести спектакль. Если бы Штирлиц на завтра пришел к нему и рассказал о поведении Холтофа, то он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтофа, тогда он мог с открытыми картами идти к Кальтенбруннеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника. То, что произошло сегодня, было непредвиденным и не укладывалось ни в одно, ни в другое решение. Скорее повинуясь привычке доводить все дела до конца, чем, подозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца. Вот что, Шольц, срисуйте-ка отпечатки вот с этого стакана. Если бы спать, будить не надо. Я думаю, что это не срочно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ И есть что-нибудь? Нет, что она, Фюрр. Как ведёт себя наша русская подруга? Мы проводим время в интересных идеологических дискуссиях. Ну, я убеждён, что вы каждый раз одерживаете победу над нашей подопечной. Убеждайте, но оставляйте для нашей милой русской возможность чувствовать себя достойной противницей. Принесите мне, пожалуйста, кофе, если можно. У нас кофе невкусный, суррогат. Есть хороший чай. Багерштурман Фюрркюн привёз хороший чай, по-видимому, трофейный. Ну, покрепче. Эймут, приготовьте, пожалуйста, кипяток. КОНЕЦ 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 Хорошо. Продолжайте сидеть и слушать возможные передачи из Москвы, милая фрау Кин. Я вернусь завтра-послезавтра и думаю, что тогда ваша судьба прояснится до конца. Волноваться вам нечем. Все ваши проблемы согласованы с моим руководством. Барбара, у меня очень мало времени. Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 13 марта, вели ожесточенные бои с противником в районе юго-западной Кенигсберга. Войска 3-го Украинского фронта успешно завершили болотонскую оборонительную операцию, начатую 6 марта. В ходе тяжелых оборонительных боев и контрударов советские войска отразили попытку противника нанести поражение советским войскам в Венгрии и деблокировать свою Будапештскую группировку. Создались благоприятные условия для наступления советских войск на Венгрии. Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Прошу прощения, господин Далис. Это на сегодня последнее, генерал. Меня интересует вот что. Скажите, кого вы видите канцлером будущей Германии? Кесель Ринга. Кесель Ринга и только его. Он популярен в народе. Он молод, храбр. Министр иностранных дел. Фон Нейрот. Бывший наместник Чехии Морали. Он был обергруппенфюрером СС. У нас все были в СС. Я понимаю. Итак, фон Нейрот. Ну, а кто будет министром финансов? Ну, единственный человек, который может быть министром финансов в будущем Германии, это Янмр Шахт. Верно. Хотя он хитрая лиса. Ну, быть бесхитростным финансистом, это значит завалить все дело. Да, он финансировал Гитлера. Гитлер был тогда Шихельдрубером. Гитлер уже тогда был Гитлером. Ну, а министр внутренних дел? Кто будет держать Германию в руках? Вольф. Генерал Карл Вольф. Обергруппенфюрер СС. Карл Вольф. Чем скорее вы забудете про СС и про звание в иерархической лестнице СС, тем будет лучше не только для нас, но, поверьте мне, и для вас тоже. Генерал, а как вы мыслите будущее своего непосредственного шефа? Вы имеете в виду Кальтенбрунера? Нет, Гиммлера. Это будет следующей стадией наших переговоров. Пока же я могу только обещать вам, что законность будет соблюдена, раз уж мы договариваемся забыть о титулах и помнить только имена. И потом... Это ли сейчас главное? Остановить большевиков, не пустить их в Европу. Лично я вижу свой долг только в этом. Именно в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это... Это полное падение нравов. Я не порицаю, нет. Я просто слушаю ее и все время вспоминаю Ген-Ах. Видимо, раньше люди искусства были, что ли, требовательные к себе. Они шли рядом с верой. Ставили перед собой с верой задачи. И не являлись, как сказать, маяками. А это... Так говорят на рынках. Эта певица переживет себя. Ее будут помнить и после смерти. Это... В вас говорит снисходительность. Во мне, говорит, любовь к Парижу. И да, вон у пастор. Штилиц был во Франции за несколько месяцев до оккупации фашистами. Он навсегда запомнил, как уходили те, кто решил продолжать борьбу за ее пределами. Через два часа мы будем на границе. А сейчас повторите-ка мне все. Что вы будете должны сделать в Берне. У меня хорошая память. Библию учит не только доброте, но и точной организации памяти. Тем не менее. Пожалуйста, повторите мне все. От начала до конца. Хорошо. А я должен остановиться в отеле Савуи. В тот же день. У него действительно хорошая память. Если еще учесть его в возрасте и необычайной ситуации, тут, я думаю, дело пойдет. Он свое дело начнет и очень скоро. Теперь, Кэт, если случится нечто непредвиденное, это может случиться, хотя и не должно. Скажет про меня, а не вынеси пыток. Но пастор уже начнет свое дело и Плишнер выполнит мое поручение. И ни один из них не знает, какое дело они не сделали в моей операции. За пастором в Берне будут наблюдать наши люди, получившие сигнал от Плишнера. И все будет в порядке. Этим переговором не быть. Я не дам Гиммлеру. Не выйдет. Теперь не выйдет. Нет. Вы должны назначать встречи не в голубом зале, а в розовом. Вот видите, память памятью повторить никогда не мешает. Странно. Мне казалось, что вы меня совершенно не слушаете. Нет, нет, я вас слушаю очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста. Пастор сегодня будет в Швейцарии, а завтра он начнет мое дело. Наше дело, так точнее. Если пастор уйдет и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть в Абанк. Они сжимают кольцо. Тут мне не поможет даже Борман. Я уйду с ней через мое окно. Если пойму, что игра подходит к концу. Правильно? Правильно. И очень хорошо, что вы на это обратили внимание. Садиться во второе такси, минуя первое. И ни в коем случае не садиться в случайные попутные машины. В общем-то, я рассчитываю, что наши друзья из монастыря, о которых я вам говорил, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз. Все может статься с вами. Все, пастор. Если вы допустите малейшую неосторожность, вы не успеете понять, как окажетесь здесь, в подвале у Мюллера. Но если это произойдет, знайте, мое имя, хотя раз с вами произнесенное вреду или под пыткой, означает мою смерть. А вместе со мной немедленную смерть вашей сестры и племянников. Они висят на мне для тех, кто позволил вас вывезти. Ничто не может спасти ваших родных. Назови вы мое имя. Это не угроза, поймите меня правильно. Это реальность. А ее надо знать. И всегда о ней помнить. Я понимаю вас. Хорошо. Я не хочу, что именно в этом вопросе вы меня неправильно поняли. Если вы меня неправильно поняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Ну что ж, давайте переодеваться. Сейчас я, у меня немножко дрожат руки. Мне надо прийти в себя. Говорите нормальный. Здесь нас никто не слышит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повторите мне еще раз адрес, по которым вы будете писать нашим друзьям. Я помню, помню. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повторите еще раз, пожалуйста, адрес. Берт Юхенссон, улица Свеевеген, дом 7, Стокгольм, Швеция. Правильно. Повторите мне текст телеграммы, который вы отправите, если переговоры между Гиммлером и Даллесом начались? Я отправлю телеграмму. Тетя Эльза... Ой, тут узелок. Давайте я вам помогу. Давайте. Значит, я... Тетя Эльза гостила у нас Берни Лазанни. Чувствует себя хорошо, только очень скучает. Каждую неделю пишет письма домой. Густав. Правильно? А если никаких переговоров нет? Если... Тогда я напишу. Спасибо. Тогда я напишу. Не верьте тому, кто пугает вас плохой погодой Швейцарии. Здесь очень солнечно и тепло. Правильно. Хорошо. Пойдемте. Я ненавижу громкие слова, пастор. Но от того, что вы узнаете и от ваших телеграмм зависит будущее Германии. И не только Германии. Счастливо вам, пастор. Идите на шум электростанции. Отель рядом. Это километра два, не больше. Ну, благослови вас Бог. Идите на шум электростанции. У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. По крайней мере, лет десять не брал лыжных палок в руки. Ничего. Успокаивал он себя. До отеля недалеко. До отеля рукой подать. Дойдет. Все будет в порядке. КОНЕЦ Теперь надо сделать последнее дело. Теперь главное – Кэт. КОНЕЦ КОНЕЦ Нет, нет, я ничего не буду просить у вас здесь, дорогой Шелленберг. Я попрошу у вас там. Да, мне нужна будет ваша помощь сначала в Швеции, а потом, очевидно, в Швейцарии. Нет, нет, ну что знают двое, то знают свинья. Спасибо вам большое, дружище. Вы меня всегда выручали. Я вас нежно, по-товарищески люблю. Ну, что там? Группенфюрер. На стыкане, на чемодане русской разведчицы. На трубке телефона спецсвязи. Были пальцы одного человека. Штандарт фюрера СС Штирлица. Штандарт фюрера СС Штирлица. Продолжение следует... Слушайте, я просил вас купить мне шведские лезвия. Где, 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 кто, кто делал экспертизу? В пятом подразделении. Склероз, а я вас вызываю. Медленно, Рольфа ко мне. Пошлите за ним в машину. Он сейчас поедет к русской пианистке. Все дороги закрыть. К Штирлицу на квартиру засаду. Если он дома, не забирайте его. А попросите его ко мне. Дайте шифрованное сообщение на все границы. Все. Медленно, Рольф. Дай-ка еще раз посмотреть. Десять минут тому назад Штильниц остановил машину. Он почувствовал, что засыпает за рулем. Уже кончались вторые сутки, как он был на ногах. Он решил, что должен поспать хотя бы полчаса. Иначе он не доедет до Берлина. Полчаса. Прошло десять минут. Он спал глубоко и спокойно. Но ровно через двадцать минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами. Он проснется и поедет в Берлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова